А что касается выносливости и выносливости? Вносливости... Ну какие упражнения можно использовать? Ну в шестнадцатом не фигачить, как можно дольше. Не следить за артикуляцией, естественно. Могу посоветовать. Тут очень важный момент, понимаете? В принципе, для бас-гитариста выносливость — это что? Вносливость — это возможность не терять ритм и контроль за ситуацией, и играть там пятый час или шестой час в сутки уже там с друзьями, потому что надо, не без вариантов. Вот, чтобы не уставали руки, чтобы не уставала психика, чтобы не уставали руки. Но надо, естественно, играть и следить за тем, чтобы тело не зажималось. Я сам не до конца решил эти все проблемы, естественно. У меня много проблем, я их решаю постоянно. Практически каждый день. Естественно, где-то ты зажимаешься, если ты импровизируешь ее в реальном времени, чтобы не отстать, иногда ты выгребаешь фразу, ты слышишь что-то по голове, в этот момент надо сыграть это и успеть в миссии, так сказать, не отстать от гранбита. Помогаешь себе телом и зажимаешься при этом, да, выгребаешь буквально позвоночником. Это нормально. Как бы для меня невозможно играть вот так вот. Вот так вот. С каменным лицом, спешным. И немножко чуть-чуть делать. И в такой ситуации я не прокачиваю. Можно вас пригласить на сочетание вас есть на проработке? Даже можно, конечно. А что рассказать? Вообще, это... Так, очень большая тема. Можно сказать, что, например, есть у меня проработчик с опытом, и у вас не сутки, и у друг друга они не знают. Но с чего дальше я тогда слушаю на сайте? Клевый вопрос, реально клевый. Потому что в такой ситуации музыканты оказываются, ну, постоянно. Естественно. Даже и на джемах, работах. Лучше всего сначала начать смотреть друг друга в глаза, потому что вам это пригодится, если вы его видели в первый раз, вам надо играть как бы. Вот. Чтобы в глазах промокнуло взаимопонимание с человеком. Если человек отвернулся в этот момент от вас, ну, то фиг его знает, какой у вас будет в третьем результате. Вот. Очень важно уметь передавать информацию глазами. Допустим, с барабанщиками, с которыми я играю много лет, постоянно мы играем музыку, которую слышим первый раз прямо сейчас. Допустим, попадаем в работу, попадаем и перелиться в какую-то вещь. Очень важно ему уметь именно по глазам, даже не говорить ничего, а... ну, буквально, даже не подмигивая. Мы просто смотрим на друг друга и понимаем, что надо делать. Вот. Это важно. Ну, а с чего начинать с лучку? Слово какое? Правильно. Животное слово. Вот. Оно хорошо отражает суть момента, потому что все познается в драйве. Как бы все могут формально играть, спокойно аккомпанировать, пока не доходит до дела, да? Допустим, пока какой-нибудь клевый солист не начинает раскачивать. И вот там вот музыка летит вперед, драйв накачивается, всем, ну, динамика увеличивается. На сцене все становится немножечко некомфортно, другие его услышат, так бывает, да? Вот как ведет себя каждый человек музыкант. В этой ситуации вот это сильно важно. Есть барабанщик, который перестает слушать все, начинает просто мачить, врать, типа, я тут всех перемешиваю, нифига, кульминация у меня. Есть люди, которые, наоборот, корректно могут держать весь этот процесс, не сбавляя динамики, в то же время все удерживают под контролем. Контроль – это самая важная вещь. Надо, чтобы музыкант ни в какой-то ситуации не терял контроль за всесходящим. Ну, упражнения только играть друг в друга, в целом, что советовать. У меня нет никаких специальных советов по этой теме, просто потому что, как бы, этой информацией много, я даже не вижу смысла, что зачем говорить людям, как дышать. Ртом и носом. Вот, поиграть надо в бочку, да. И бочка должна быть на месте. Очень важно. Понимаете, бывают разные варианты игрового, естественно. Даже простого фанкого игрового, который там 16-16. Это все зависит от конфигурации, там, как устроен такт, где там бочка, где малый на это место. Естественно, в каждой ситуации надо въезжать, надо понимать, где у него бочка, в какую 16-ую он играет, на первую долю что-нибудь приходится, или он в 8-ую играет, играет он в 7-ую долю. В зависимости от этого вы строите свою басовую партию. Следите за тем, чтобы низкие ноты у вас прививались в него, а высокие ноты играли между ними всего мелочью, как бы. Вы как бы пихаете, сделаете ритмическое пространство друг с другом, но низ у вас должен совпадать, то есть вы должны делать фундамент для группы, для аккордов, которые звучат. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.